Почему Творец делает всё это? Он наслаждается от того, что даёт тебе удар. Не, серьёзно, я спрашиваю. Цель этой науки — раскрытие Творца Творения в этом мире. Да, да. Так пусть раскроется, пусть поможет. Для чего он должен бить? Если он возьмёт желание получать и будет давать желанию получать силу отдачи и будет развивать силу отдачи настолько, что она будет, не знаю, каким по уровню, эта сила отдачи ничего не почувствует, потому что не будет против него силы получения, не будет у него различия между светом и тьмой. Потому что мы — Творение. Мы должны включать два этих понятия. правая и левая линия света, тьма, падение, подъём. Ты должен включать два этих понятия. Поэтому, чтобы продвинуться и получить все блага, которые Творец хочет дать тебе, для этого ты должен, согласно этому, получить всё зло, видя противоположным всем благам, чтобы было у тебя тоже. Теперь вопрос. Можно ли вытерпеть это зло? Говорят, нет. Более чем этот мир невозможно вытерпеть. В этом мире мы находимся, в этом мире от всех этих ударов мы учимся, как стоит обрести зло по сравнению с тем, как обрести добро и продвигаться по двум линиям. Ты понимаешь? И тогда мы движемся по средней линии. Немного плохо — немного добра. Немного зла — немного добра. И зло тоже не по отношению к нашим получающим килим, а по отношению к недостатку отдачи.